В третьем подъезде дома по Куйбышево, 26, протекла крыша. Вода просочилась, в подъезд излила все четыре этажа. Жители сначала подумали, что прорвало трубопроводы отопления или горячей воды. Настолько сильно вода текла с потолка, заливая электропроводку и освещение. Соседи вызвали на место инцидента аварийную бригаду, которая не приехала даже через час после сообщения в аварийную службу. У нас в 2010 году были протечки большие. Конечно, никто никому ничего не возместил, но впоследствии они ремонтировали крыши. Вот прошло более 15 лет и все повторяется. Крыша не ремонтирована и капремонт крыши назначен на 43-й год. 2043 год. Поэтому этот дом до 43-го года не доживет. На следующий день после аварии света в подъезде не было, а вода продолжала капать с потолка. Собственники четырех квартир на четвертом этаже стали жаловаться, что последствия протечки отразились и на их жилье. Протекла кухня, протекла ванная, пришел, значит, техник, осмотрел. Все хорошо, мы вам компенсацию там туда-сюда. А какая компенсация? Я уже не первый раз сталкиваюсь. Два рубля? А что сделаешь на два рубля? Это, грубо говоря, два рубля эти будут. Я не могу ничего сделать. Я пенсионер. И своими силами тоже я не смогу это сделать. Кроме того, когда рабочие центра ЖКХ расчищали крышу и сбивали сосульки, они повредили козырек над балконом. Он полностью отвалился. Собственники хотят обязать управляющую компанию выплачивать компенсацию. Главный инженер послал меня в суд. Я, наверное, туда и пойду. Я ему говорю, мы хотим договориться, может быть, что-то как-то мы совместным усилием поставим на место. Работники же ваши сломали. Мне сказали, что, наверное, мы не будем с вами договариваться. И все. Сейчас протечку на крыше устранили. Как комментирует центр ЖКХ, кровельное покрытие изношено до такой степени, что временный ремонт на отдельных частях превышает норму в два и более раза. Срок эксплуатации кровли уже истек. Таким домам управляющая компания уделяет особое внимание. Но совсем устранить проблему не получится. Решить вопрос может только капитальный ремонт. У жителей есть возможность подвинуть срок капитального ремонта на более ранний, чем запланировано фондом капитального ремонта путем проведения общего собрания. Обращение в фонд либо напрямую. Либо через управляющую компанию, либо администрацию можно попросить выступить заявителем по этому вопросу. Жители, у которых из-за протечки пострадали квартиры, могут подать заявление на получение компенсации. Оценивают затраты на основании акта осмотра и дефектной ведомости. Что касается Козырька над балконом, то он установлен самовольно. Это запрещено делать по нормативным документам. Степень притязания его к управляющей компании, если она возникнет, ну, должна, наверное, каким-то образом решаться через суд. Потому что, с одной стороны, это и частная собственность, а с другой стороны, это частная собственность, установленная в нарушении законодательства. Подъезд по Куйбышево, 26, центр ЖКХ отремонтирует весной. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.